В доме министерств на левом берегу какую-то услугу кто-то кому-то делает С тебя, молочная девочка, все окей Договор франшизм примерно вот такой Взмахнули, не глядя 100% нашей компании это франшизм в точке Вот на молочная девочка, на втором месте у нас Наполеон, на третьем месте у нас Сникерс Бисмиллях, именем Аллаха, да? Видит кондитер, который все из Каландра Думали, что здесь какая-то там сектор Какую прибыль можно из всего этого получать? Да, может звучит так круто? Главный кондитер у нас тоже, азербайджанка Я говорю, поедешь со мной в бакуанок? Поеду Нам хотелось бы иметь возможность в любой момент вернуться Сказать, все, кой шар-шар Всем привет, друзья! Сегодня расскажем о партнерстве во франчайзинге Насколько реально создать успешный бизнес по франшизе Когда бренд относительно молодой На 100% казахстанский И при этом по-настоящему популярный Как, например, сеть кондитерских Happy Cake Мой собеседник Галинур Боябеков Франчайзей бренда народных тортов В городах Кустанай и Рудный Галинур, здравствуйте! Здравствуйте! Сауле и Асхаджи Султановы не раз подчеркивали, что их идеальные франчайзи – это семейная пара, влюбленная в торты Ну, мне кажется, уместно было бы здесь, наверное, увидеть женщину, да, которая когда-то увлекалась кондитерским делом и открыла свой бизнес Но мы видим в этом кресле вас Молодой мужчина, достаточно подтянутый, что говорит о том, что сладким вы, наверное, не сильно увлекаетесь Как получилось, что вы оказались вот в таком, как мне кажется, чисто женском бизнесе? Я бы не сказал, что это чисто женский бизнес, потому что самый главный шеф-кондитер всего мира – это мужчины Так что кондитерство – это не только женское, это, наверное, 50 на 50 больше Я как предприниматель, я не кондитер, я сразу скажу, я ни один торт не умею собирать Но любите торты, любите кушать? Да, обязательно, да, 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 я обязательно люблю эти торты, люблю сладкое в целом История началась в 2020 году, в сентябре открылся наш первый магазин в Кустанай Самого Асхата я знаю давно, еще лет 10 назад, с 2014 года А франшизу он начал раздавать в начале 2019 года Если взять предысторию до этого, вообще в 2017 году я к нему еще подходил Давайте я поеду в Атрау открывать хэппи-кейк Потому что на тот момент у меня прям драйвило, я был готов в любую точку Казахстана переехать Хотя вы сами из Кустаная? Да, я сам в Кустанай, я в 2009 году как школу здесь КТЛ закончил До 2020 года, 11 лет, такой гэп, меня не было в Кустанай В 2017-2018 году я к нему подходил Давайте я поеду в Атрау, вы же собираетесь франшизу раздавать И вот он тогда мне обозначил, что галеке ссори отрауская франшиза будет для отрауского То есть ты кустанайский, тебе будет кустанайская И после этого я уже и в Алма-Те жил, и в Америку езжал на учебу И так получилось, что по семейным обстоятельствам мне нужно было вернуться Я вернулся и смотрю по инстаграму, уже первая франшиза открывается в Сталду Кургани, в Кукшетау Я думаю, вот он мой выход, я должен открывать в Кустанай Почему это важно, продавать торты по вашей франшизе в том городе, в котором живешь? Первые продажи, которые мы делали, то есть в самом начале, в зарождении хэппи-кейка Это все-таки, не знаю, ближайшие полгода-год Это благодаря на творку, который сложился у нас в городе Соседи, друзья, коллеги Ну так или иначе, это были наши первые промоутеры нашего бизнеса Человек, который приехал просто ради бизнеса в этот город У него этой функции, ну, как правило, не будет Нам было важно, чтобы наш бренд сохранял все-таки нашу социальную ответственность Сохранял вот эту экологичность и семейность, зашитую внутри нашего бренда Сейчас у нас два города, Кустанай и Рудный Восемь локаций, в общем, 36 сотрудников по последним подсчетам Вот нам примерно три с половиной года, как мы открылись В 19-м году вы человек, который хочет какой-то бизнес начать Вам было важно, чтобы это был конкретно хэппи-кейк Или вы изучали какие-то другие направления Может быть, другие франшизы Невозможно не влюбиться в молочную девочку, однажды попробовав ее Ну, вы сами знаете, да, говорите В возле дома всегда покупаете хэппи-кейки Вот, ну, молочная девочка, это как наш эталонный продукт Она до такой степени была популярна в Астане Что, вот, друзья рассказывают, в 16-е, 18-е годы Вот самый прям пик хэппи-кейка в Астане Ну и сейчас он продолжается, по идее До такой степени, что молочная девочка уже была Как разменная валюта в доме министерства На левом берегу Где вот все госорганы собраны Они окажутся между собой Вот как, у них как валюта была молочная девочка Представляете? То есть какую-то услугу кто-то кому-то делает Говорит, с тебя молочная девочка Ну, все окей И когда говорят молочная девочка, это все Это хэппи-кейк Там, курьеры только так вот Каждый подъезд этого дома министерства Забегали, оставляли, да Я смотрю, у вашего автомобиля тоже забрендирован хэппи-кейк Да Что говорит о том, что у вас есть доставка Да? У нас есть доставка, но на этой машине доставка не делается Здесь я хочу обратить внимание, что здесь у нас это новый логотип Который у нас с нового года У нас по всему миру будет вот этот логотип Он очень удобен Черно-белые цвета Черно-белые цвета, желтые, коричневые цвета Оно там в фон и разы меняется А здесь у нас на магазине, это у нас старый логотип Который был на протяжении 9 лет Вот, у нас есть время до лета его поменять Так что, как-то, пока висим так Зимой очень трудно монтажные работы проводить Ждем потепления Даже сейчас вот минус 35 ощущается Ощущается очень сильно Автомобилей сколько у вас? Автомобилей, курьеров у нас двое Вот, и моя машина Ну, два курьера вполне справляются И третья машина, она в рудном уже катается Ну вот вы видите качественный продукт Вы видите спрос на него Но вы же бизнесмен, да? Вы понимаете, что должны быть в любом случае какие-то риски Вот вы видели для себя какие-то опасные моменты в этом бизнесе? Рисков абсолютно никаких не видел Я был, ну, я был уверен, что... Вы были очарованы Да, я был очарованы, да Ну, сколько я раз приезжал в Кустанай Даже еще будучи... Нет, не студентом, это уже после студенчества было Я на поезде вез очень девочку в Кустанай Чтобы дать родителям попробовать Я на тот момент не понимал, что там Она должна быть в определенной температуре стоять Что крем потекет Я был уверен, что привезти... Стоит только привезти эти торты в Кустанай И народ их полюбит В первую очередь, конечно, Всевышний Дал такую поддержку И это получилось, да? Ну, во-вторых, я думаю, что это вот сам продукт Сам Асхат Когда ты видишь человека, который с такой любовью делает Свое дело, свой бизнес С таким сильным партнером Ты точно не будешь неуспешным Вот как раз мы выходим Уже более обновленные Много всего, наверное, поняли Переоценили, сблизились Мы очень хотим, чтобы в нашем городе Мы очень любим наш город Мы хотим, чтобы в нашем городе появился хэппи-хэй Сколько на сегодняшний день у вас по Казахстану франшизей И устраивает ли вас этот показатель? Нас вполне это устраивает По количеству я могу чуть-чуть ошибиться Но что-то в районе 40 человек 40 семей А вот в общей прибыли компании вашей по хэппи-кейку Вы можете назвать доля продаж франшиз Какой процент занимает? Если честно, у нас сейчас практически 100% нашей компании Наших действующих торговых точек Это франшизные точки Мы более того, в прошлом году пришли к тому, что даже те точки, которые мы сами открывали Нам гораздо удобнее и выгоднее держать как франшизные точки Мы их тоже продали нашим Что-то мы продали нашим действующим франшизе Что-то мы продали людям, которые уже не успели на вот эту вот раздачу И им удобнее было купить уже действующую, зарекомендовавшую себя локацию Таким образом, у нас сейчас есть только одна локация Которая принадлежит нам, оперируется нами А остальные все, свыше 100 локаций Это франшизные локации На каких условиях? Вот конкретно давайте и с бизнесовой точки зрения Что должны были делать вы? Какие обязательства вы на себя взяли? Какие требования вам были предъявлены? И что берет на себя франшизер? Так, ну у нас договор франшизов примерно вот такой Это естественно, как каждый казах, я этот договор до конца никогда не прочитал Но я 100% доверяю с хату Замокнул, сразу подпись поставил Ты должен сделать успешным эту франшизу в своем регионе Можно так сказать только и все Компания, которая нам раздавала франшизу, она зарегистрирована за рубежом Там тоже очень долгая история, почему она за рубежом зарегистрирована Вот мы платили паушальный взнос 25 тысяч долларов И дальше у нас обязанности были Полгода нам давали каникулы Ройалти, есть такое понятие ройалти Когда франшизи выплачивает ройалти от общего оборота Вот здесь еще раз давайте поясним Паушальный взнос это сумма, которую вы оплачиваете единоразово за вход в бизнес За вход в бизнес Да, ройалти это ежемесячная оплата за пользование этим брендом То есть паушальный взнос, что включает в себя полностью все права на этот именной знак, на этот бренд Всю техкарту, обучение персонала, поддержка тебя во время бизнеса Полностью всесторонняя поддержка Мы полностью скидываем в себя ответственность за принятие заказа У нас есть общий колл-центр, он находится в Астане, который все заказы по Казахстану принимает База клиентов общая по всему Хэппи Кейгу По всему Казахстану, да У каждого, конечно, своя база клиентов У меня Кустанайская область своя, да, допустим Ну да, они попадают в одну общую базу Но один колл-центр, девочки-операторы, которые принимают заказы по всему Казахстану Есть своя команда айтишников, которая разрабатывает каждый месяц, улучшает продукты IT То есть здесь хэппи кейк, можно сказать, это не компания-кондитерка, кондитерская компания Это больше IT-компания, как будто бы Потому что есть свой хэппи тэг, есть хэппи кейк айс Есть свое приложение для клиентов, которые могут делать доставку Есть приложение для курьеров, которые доставляют торты Есть свой учет, ну в этом хэппи кейк есть свой учет менеджерский Который я каждый день смотрю, сколько у нас было закупа, сколько выручки Какие заказы, какие отзывы, вот это все-все-все-все я могу смотреть За линейку, ассортимент у нас есть в Астане технологи, которые отрабатывают некоторые торты И уже спускают нам, и мы дальше их внедряем Самый последний, допустим, мы позавчера буквально дегустацию проводили Казахский чизкейк, ойю называется Это прямо вот оформление такое будет в виде орнаментов казахских ойюмин И внутри это будет, ну чизкейк старо Там внутри, если в простом чизкейке у него основа идет печенье А у нас идет прямо такой жин, такой толкан Вот такой казахский чизкейк Много что с себя скидываю, но за это я плачу роялти Это, то есть, абсолютно справедливо От 9% до 7,5 Из каких расчетов складывается паушальный взнос и роялти в традиционном франчайзинге? В традиционном франчайзинге, ну паушальный взнос это сама по себе основная доля паушального взноса идет на само, как вам сказать Ну это такой входной билет, сама причастность к бренду Если бренд того стоит, если бренд работал над своей репутацией, над процессами То сама причастность к бренду это основная часть стоимости паушального взнос Вы ее устанавливаете на свое усмотрение или есть какой-то тариф, может быть? Нет, это ничем не регулируется, мы сами устанавливаем на свое усмотрение Да, потому что мы правообладатели торгового знака и процессов У нас есть информационная система, это тоже большое, ну как вам сказать Затраты Да, большой плац, за который франчайзи платят нам паушальный взнос Плюс обучение есть, плюс это все процессы Понятно, что когда человек находит там уже локацию, мы работаем над тем, как она будет выглядеть изнутри, снаружи Это все тоже на нашей стороне процессы, ну в плане рабочие, паткизные проекты Это все, вот из этого всего складывается цифра паушального взноса Теперь что должны обеспечить вы себе сами? То есть это помещение наверняка, да? Тоже есть требования, насколько я знаю, как минимум 120, по-моему, квадратных метров должно быть Когда мы подписываем договор, сразу связывается с нами технический, не технический директор, более Менеджер ответственный за стройку, так сказать И вот он дает общие стандарты, точки, которые ты должен открыть Это минимум 120-150 квадратов Но сейчас я понимаю, что мы уже через 3 года не влезаем эти 150 квадратов У нас уже склады, все торты не вмещаются Да, это 150 квадратов, это трехфаска, потому что печи у нас идут на 380 вольт Это два входа, один для клиентов, другой для поставщиков Ну вот такие самые главные Ну, естественно, это должна быть хорошая локация, первая линия, парковка должна быть Пешеходный трафик должен быть Не составило труда найти вот такие помещения вам? Составило, да Но очень тяжело найти хорошую локацию Галинур, ну вот ваше помещение, в которое вы въехали 3 года назад Три с половиной года назад, сентября 2020 года Так, 120 квадратных метров 150 и низ 80, 230 в общем Ага Но мы все равно не влезаем Во сколько вам обходится аренда? Аренда обходится, мы снимали 500 тысяч, сейчас 650 По 50 тысяч мы каждый год сами поднимали От того, что дела шли хорошо Я уже добросовестно говорил арендодателю Давайте поднимем на 50 тысяч Ага Ну, посильная аренда Да, посильная аренда, спокойно Ага, все, зайдем? Зайдем Есть такое мнение, бытует, да Что у каждого бизнеса есть свой регион Даже менталитет может быть У нас на юге, например, очень алматинцы любят Южане любят пышные торжества Туи проводить У нас очень много кафе, ресторанов Ну и везде, конечно, торты Как на севере с этим дела обстоят со спросом? Насколько северяне сладкоежки в Кустанае и в Рудном? Ну, я могу с уверенностью сказать, что сладкоежки У нас сезон бизнеса вообще идет С сентября начинается по май Если говорить о сезоне Потому что летом мало кто ест торты Летом это сезон фруктов Это сезон природы Люди выезжают куда-то на пикники, на природу, на рыбалку Соответственно, с собой никакой торт не берут Туда берутся фрукты, вот что-то такое А зимой, когда холодно, люди в основном сидят дома Пьют чай, заказывают торты Ну вот наша сезонность такая Вот северяне, да, можно сказать, что сладкоежки Ну в день сколько тортов? Судя по нашим цифрам, которые у нас продаются торты Да, вот по цифрам в день сколько продаете? В среднем 250 тортов 200-250 тортов Только в Кустанае? В Кустанае и Рудном месте Я вот про производство сейчас говорю 200-250, в зависимости от дня, недели Обратно же, пятницу, субботу, воскресенье Это хорошие дни С понедельника по четверг Это вот так вот Со вторника по четверг Более и менее тихо Сегодня четверг, допустим, сейчас у людей пока нет А вот цены, Галинура У нас в Алматы, например, средняя цена на торт Хэппи Кейк 6-7 тысяч тенге А в регионах? В регионах у нас по франшизе все цены Одинаковые По всему региону, по всему Казахстану одинаковые Будь это Рудный, будь это Алматы, Астана Вообще, где совсем разные заработные платы Везде все одинаково Найм сотрудников вы сами осуществляете, да? Тоже сами, да То есть там как происходит? Я нахожу Давайте по алгоритму пойдем Договор подписали Повышальные оплатили Получили договор Сразу связали с менеджером постройки Теперь примерно у меня ушло Где-то полтора месяца на подбор локации Полтора месяца я нахожу Приезжает сам менеджер За стройку из Астаны прилетает Мы с ним вместе начинаем обходить эти точки Которые я приметил И с ним вместе выбираем эту локацию Наиболее подходящую Да, наиболее подходящую Мы ее выбрали Потом после этого примерно еще полтора месяца у меня ушло на ремонт Но пока ремонт делается, строители работают Я уже начинаю подбор кадров То есть с кондитеров Продавца я в конце нашел Кондитеров я беру Нанимаю троих кондитеров Они проходят две недели обучения Первые три дня это идет шоу-рум Где их ознакомливают со всеми тортами, ингредиентами Как что печь, собирать И потом остальные около десяти дней Они прямо в производстве работают Самого хаппи-кейка Это в Астане у нас там локация Ахмешет все ее знает Все, десять дней они прямо Такой курс бойца молодого проходят Мы открываемся Закупайте оборудование Оборудование за чей счет? Оборудование обязательно это все закупаем Расставляем у себя Но хаппи-кейк нас на этом пути тоже не бросает Кондитер с опытом Приезжает на целый месяц С нами вместе работает Он же и расставляет Последние штрихи в цеху доводит Расставляет все оборудование Все столы, стеллажи Оборудуете цех вы за свой счет? Да, за свой счет То есть печи, столы, те же самые Это все вы сами покупаете? Все, все мы сами Если говорить о цифрах Это было три с половиной года назад Повышальный взнос был примерно 10 миллионов тенге И на ремонт Закуп оборудования Ну и прочие расходы у нас ушло Около 23 миллионов 10 миллионов повышальный взнос 23 миллиона Открытие первой точки 33 миллиона мы тогда На старте вы отдали На старте Вы можете озвучить цифру Вот такой человек, как вы Работу, которую вы проделали Ну вот какую прибыль можно из всего этого получать? Из тех цифр, которые мы имеем 100 точек и 40 франчайзи Ну у нас вот прошлый год Мы закрыли на цифре Я могу говорить об общей выручке Которая там по сети Да Вы должны понимать, что 40 франчайзи Это как минимум 40 компаний, которые работают А некоторые франчайзи у нас работают Ну есть по несколько локаций у них Общая выручка В 2023 году была 12 миллиардов Развитие и поддержка нашей IT-инфраструктуры Это все огромные статьи расходов Поэтому там даже чистая прибыль Остается, не остается Ну то есть в итоге мы там 12 миллиардов Может звучит Да, может звучит так круто Но по сути, когда ты начинаешь это все Когда у тебя бизнес развивающийся и постоянно растущий То в итоге там в принципе может даже ничего и не остаться Те счета, скажем так, да Которые свойственны для франчайзинга Все-таки паушальный взнос и роялти О которых вы уже рассказали Получается безболезненно их закрывать Я к тому, чтобы понять все-таки Действительно ли выгодно платить взнос и роялти И при этом пользоваться раскрученным брендом Или же проще и интереснее создать свой продукт Развивать его, наращивать аудиторию Как считаете? Да, ну здесь есть два пути Один долгий, обходной Другой прямой и быстрый Мы пошли по прямому и быстрому И не пожалели? Да, конечно, вообще абсолютно не пожалели Здесь есть за что платить Конечно Да, а есть из чего платить? Вот я к этому все веду На сайте Хэппи Кейк было указано Что окупаемость бизнеса по франшизе Хэппи Кейк Наступает через полгода Сразу ли вы вышли в обозначенный период на окупаемость? Что такое окупаемость? Окупаемость это когда ты все свои расходы Окупаешь торговлей, продажей Мы вышли уже на второй месяц На точку безубыточности на окупаемость То есть уже со второго месяца мы смогли безболезненно закрывать и аренду, и флот И себе что-то оставалось Вот я насчет себе оставалось Не помню точно себе что-то оставалось или нет Но аренду, и флот, и ингредиенты мы точно закрывали со второго месяца Но сейчас вы готовы озвучить цифру? Вот 8 точек, какую прибыль они вам приносят? Да, готов озвучить Сейчас 8 точек Кустанаги и Рудны Прошлый месяц, ну вот январь месяц мы закрыли 46 миллионов 46 миллионов Минус все расходы за ингредиенты, аренду, флот, налоги Внутри входит 4% наш розничный налог Сейчас мы бьемся, предприниматели, все за то, чтобы его снизили Да, воспользуюсь этим случаем Вот вчера Республика партия выступала в Мажлисе И говорила о том, что необходимо снизить до 2% Сюда же я включаю ройалты наш Вот если исключить все расходы В конце мне, как франчайзе, остается 15% От 40 миллионов можно считать То есть 46 миллионов это выручка ваша? Да, выручка и чистая прибыль это 15% Что пользуется наибольшим спросом? Ну понятно, молочная девочка, ваша визитная карточка Что еще покупают кустанайцы? Вот на молочная девочка, на втором месте у нас Наполеон Наполеон очень вкусный у нас Очень вкусный, подтверждаю На третьем месте у нас Сникерс Более такой детский торт, самый сладкий, наверное Вот этому можно тройку сказать, что первое, второе, третье место Но мне самое любимое, допустим, морковное Я люблю морковное Ну вот этот вот муравейник очень вкусный Муравейник, он такой мужской торт, я его называю Его вот летом спокойно можно на природу с собой брать У него вот никакого крема, он такой твердый, его разрезаешь Прям к чаю в самый раз тоже Асхат и Сауле, наверное, как и любые кондитеры Держат в строжайшем секрете технологию производства Рецепты приготовления тортов Действительно ли они какие-то эксклюзивные? То есть действительно ли есть что скрывать? Вот так поставлю вопрос Естественно, мы держим это в тайности, в строжайшей То есть мы свои технологические карты, свои рецепты нигде не публикуем Но мы как бы не боимся, если человек придет, обучится и дальше уйдет Потому что у нас очень высококачественные ингредиенты, они, соответственно, дорогие Мы знаем, что человек дома, скорее всего, не повторить Он не сможет себе позволить эту линейку ингредиентов Вот здесь как бы вопрос в ингредиентах, вопрос в технологии Вопрос в руках, которые это делают Тоже очень важно, чтобы человек подходил к этому делу С ответственностью, с любовью В основном это, конечно, больше история Это больше маркетинг, чем непосредственно секрет Может быть где-то какие-то супер большие компании Действительно что-то хранят в секрете И это становится их главной причиной успеха Но по факту уже всем все давно известно Все технологические процессы, все какие-то вкусовые добавки и так далее То сейчас мир так движется вперед Орандей в компаниях, такие бюджеты осваивает Но сейчас что-то там скрыть и что-то держать в секрете Это больше все-таки маркетинг За ту дверь нам нельзя Прямо за ту дверь, конечно, чуть-чуть можно Но само производство, к сожалению, нельзя В таком виде, как мы с вами, тем более нам нельзя зайти с открытыми головами Потому что все в чепчиках работают Но я вам могу показать склад готовой продукции Это вот у нас здесь холодный цех Здесь все торты собираются Потом они приносятся сюда И здесь у них идет процесс застойки Вот это все наши торты сегодня на продажу Здесь по магазинам развезли Примерно здесь, я могу сказать, где-то 100-120 тортов где-то находятся Это вот на сегодняшнюю продажу И сейчас еще кондитеры начнут делать И сюда приносить уже на отдельный стеллаж Все, что производится за день, вы все это реализуете? Да, за день реализую Или что-то остается? Нет-нет, остатков не остается Потому что мы уже за три года знаем, какие торты уходят, какие остаются Соответственно, у нас и лимиты есть Допустим, вот этого много нельзя делать До этого, наоборот, больше делаем И продавцы, как бы, они уже ответственны за витрину Они ответственны за то, чтобы на витрине не оставалось ничего То есть они продают в первую очередь именно то, что вот То, что созрело, да, можно сказать, до страха Еще одно требование от франчизеров Это требование к качеству продукта Насколько я знаю, торты должны быть произведены только из натуральных ингредиентов Насколько сложно обеспечивать свой бизнес Там постоянно свежими и натуральными яйцами, молоком и так далее У меня просто есть знакомый кондитер, который выписывает, заказывает Швейцарский молочный шоколад из Швейцарии И потом там две-три недели его ждет У вас нет таких проблем? У нас с этим проблем нет В целом с этим шоколадом У нас бельгийский шоколад С бельгийским шоколадом никаких проблем нет Есть проблема обязательства нашего франчизера В том, чтобы мы использовали именно деповскую сгущенку Потому что это самая лучшая сгущенка вообще в Казахстане Даже в России, в прибережной области Они приезжают к нам, у нас ее прямо сейчас скупают И вот с ней у нас есть проблемы у других франчизей Но не в Кустанай, потому что деп находится в Кустанай Вам повезло Мне повезло, да У вас один бизнес сейчас, да? Да, один бизнес только Планируете что-то еще? Да, нужно, вот планирую с этого года Что-то смежное с хоппи-кейком Тоже общепит? Да, наверное, можно общепит назвать Но это не будет кухней Допустим, у меня есть кондитерка, у меня есть сладкое Мне нужно реализовывать теперь это сладкое Помимо своих точек Что здесь напрашивается? Здесь у меня кофейня напрашивается Если будет своя кофейня, свой бариста И в витрину я уже свои продукции выставлю Не проблема А с Асхатом, с Саулея Султановыми вы постоянно на связи? С Асхатом, да, я постоянно на связи Любой вопрос В инстаграме, в ватсапе можем переписаться Когда приезжаю там в Казахстан Обязательно стараюсь в Астану и летаю Стараюсь обязательно с ним встретиться Зарядиться от него И в энергетике Потому что он такой прям мощный Мощный человек Вот Всегда на связи И они сейчас в Америке Недавно только вот все вопросы вроде бы по визе Они урегулировали Вот первая точка должна вот В промежутке где-то 3-4 месяцев возможно открыться Когда мы сможем вас уже поздравить С запуском первой точки в Америке Есть ли такие планы? Да, я думаю В ближайшие месяцы уже можно поздравить Можно будет поздравить Здесь немножко все затянулось Затянулось в какой-то степени Благодаря Или как-то из-за нас В какой-то степени Благодаря тому Что здесь Все-таки совсем другой подход К бизнесу в Америке Здесь люди строят бизнес На десятилетия, столетия И все решения Которые они принимают Они принимают С точки зрения того Что будет через 5 лет 10-15 лет И соответственно У них проверка нашего бэкграунда Кто мы такие Что мы такие Потянем мы или не потянем Или мы какие-то Временно пришедшие Или ну еще что-то Ну то есть Все это Ну прям настолько Фундаментальные процессы Что вначале мы конечно К этому не привыкли Потом мы По эти минуты смирились Ну и с другой стороны Тоже мы Мы тоже где-то осторожничали А не с самого начала Нам сказали Вам придется все-таки Ребята открыться Где-нибудь попроще В местах Где-то подальше от центра Где-нибудь там Далеко-далеко В нейборхудах Там откройтесь Покажите Покажите свои первые Там какие-то успехи И потом через 2-3 года Прините к нам А почему Америка? Почему выбор на эту страну Пал? Америка Ну видите У нас Изначально мы выбрали Франшизный Путь Станали роста По франшизе И Америка Это все-таки Страна Ну вообще Родина Такого понятия Как франшиза Ну грубо говоря Там 100 лет назад Люди уже делали бизнес По франшизе Уже думали Как правильно Составить договор Менталитет Вся Америка Это страна иммигрантов На каком-то глубоком уровне Возможно кто-то может почувствовать Скрытый расизм Или там еще какие-то моменты Но Так вот На первом уровне На том что На виду Ты никогда этого не почувствуешь Ну то есть Грубо говоря Там человек приедет Ну даже у нас К сожалению В Казахстан Откуда-нибудь Ну непонятно откуда Начнем что-то делать Мы все равно Так кто такие Все равно у нас Что-то есть внутри Мы там Наших казахов Русских Наших местных Мы поддержим А там кто-то приедет Там я не знаю Кто-нибудь со стороны Там африканец Мы немножко будем смотреть Что за ребята Кто такие Здесь такого абсолютно нету Если ты работаешь Если у тебя продукт Сервис Все нормально То С большой долей Долей вероятности К тебе придут И купят у тебя Возможно в будущем Если я захочу Переехать В какой-то другой регион В другую страну Асхат Он сказал Что право первого выбора Будет у действующих Успешных франчези Вот И я попросил Азербайджан Ну потому что Соседняя страна Менталитет Культура Близкие Главный кондитер У нас тоже Азербайджанка Она прям готова Я говорю Поедешь со мной Бакуа Она Поеду Так что Страну я забронировал Ну посмотрим Как завтра будет Ну в целом Я настроен Патриотично Вы как-то поддерживаете Связь друг с другом Да Советуетесь Это тоже Такой мощный Нетворкинг Среди франчези Мы друг друга Все поддерживаем Все на связи Есть одна общая группа Но все успешные Все хорошо зарабатывают Все Многие успешные Так скажу А есть неуспешные Есть неуспешные Да Об этом тоже нужно сказать Что есть неуспешные А почему Почему у них не пошло Как думаете Больше 50% Наверное Успеха Зависит все-таки От самого франчези Вот Не больше Не больше О продукте Насколько сложно Или легко Вести бизнес Общепит Это в принципе Принято Что это такая Замученная Проверками Госорганов Сфера Да Налога Обложения Что еще Нет бизнес Вести легко Если ты его ведешь Изначально правильно Открыто Прозрачно То есть Вот эти все цифры Допустим Которые мы говорим Это все так и есть От всех цифр Мы платим Налоги То есть Если все правильно Делать Грамотно Так как Нас заставляет Как раз И франчайзер Он нас всех Заставляет Работать в открытую Кассы Там УфД Вебкассы Вот это все Мы выставляем То есть Все данные Идут налоговую Вот Есть стандарты По которым Открываются Наши кондитерки То есть Пищевая безопасность Она у нас Прям на первом месте Все отработано И один такой Смешной момент Расскажу Кондитеры работают В специальной одежде Есть такие Вот чепчики Есть А под чепчиком Одевает скафандр Он выглядит Как мусульманский хиджаб Потому что Полностью Лицо только остается Кстати Остальное все закрывается Да Вот Это делается для того Чтобы волосы не падали И люди Которые Первый раз К нам на работу Приходят Они думают У нас еще Да По стандартам У нас прописано В цеху Табличка висит То есть начало Любого дела Бисмилях Именем Аллаха И вот они Видят эту табличку Видят кондитер Который все В таких Искавандрах После первого дня Бывало Некоторые убегали Думали Что здесь Чуть ли не сектор До этого года У нас был мораторий Мы все могли Спокойно работать Зная Что никакой Проверки к нам Не придет Вот с первого января Этого моратория Уже нет Некоторые Прям такие В ожидании А были уже проверки? Нет проверок Никаких не было Я думаю Ну Если нормально работать Мы как бы готовы К проверкам Возвращение в Казахстан Пока в ближайшие годы Не ожидается у вас Да Все Мы за вами наблюдаем Теперь только В рамках Америки Ну Не в рамках Америки Пока первые 2-3 года Наверное в рамках Америки А потом будем смотреть В любом случае База у нас в Казахстане Мы Не можем Не можем сказать Что мы там В Казахстан Теперь точно Не вернемся База Ну такая Эмоциональная база Дом наш Там где вот Парашанраб Это Казахстан Где-то мы можем Там 2-3 года Потратить Где-то еще Где-то может быть больше Но тем не менее Мы всегда должны понимать Что Казахстан Это дом И в любой момент Нам хотелось бы Иметь возможность В любой момент Вернуться Сказать все Хочешь Шаршару И наслаждаться Своим домом Сегодня мы будем Обзванивать всех И один из вопросов Как вам торт понравился Оцените от 0 до 10 И второй вопрос Будете ли вы рекомендовать Нас другим И я вот смотрю Все оценивают 10 Все рекомендуют Почему в продажах Мы не растем У меня вопрос к ним Теперь А не растете? Ну в продажах растем Но не в моих ожиданиях А какие у вас ожидания? Конечно ожидания Каждый месяц Сделать там Чуть ли не x-полтора Но x там Не знаю На 10-15% Только растем Ежемесячно Суанда-шикар Да Как бы Ежемесячно То есть рост у нас До сих пор есть Мы своего потолка Не достигли Галинур Я желаю вам успехов Пусть все планы ваши Воплотятся в реальность Продолжайте радовать Кустанайцев И северян Спасибо вам Что приехали из Алматы Субтитры создавал DimaTorzok